Друзья мои дорогие, добрый день! С вами Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кинчану Терми. Для тех, кто первый раз попал, попали на мои первые, вторые, третьи каналы, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана. Я являюсь журналистом, да, экскурсоводом Сиены. Я являюсь блогером, журналист, блогер, экскурсовод. И в описаниях под сюжетом я оставлю ссылки на все мои три канала на данной платформе. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста. Ну что ж, я хотела бы рассказать вам о том, что у нас произошло в городе вчера. У нас пошел жуткий град. Я покажу вам сейчас небольшой сюжет, который я сумела записать в течение буквально нескольких секунд. Друзья мои дорогие, добрый день. Сегодня, сегодня 3 мая 2024 года. Я вас приветствую из нашего города, из Кельчана в Терме. Для тех, кто первый раз попал на мои первые, вторые, третьи каналы, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана. Я являюсь журналистом. Ну и, как всегда, под сюжетом в описании я оставлю ссылки на все мои три канала на данной платформе. И там же будет мой телеграм. Выборы. Вот этот вот, видите, вот он, Рэнси. Ну, не дурак, а идиот. Там пидорасы демократические, пиди. Потом, когда я вышла на улицу, ну, назвать это сугробами, конечно, было сложно. Я даже оговорилась. Сказала 4 мая. Не 4 июня, а 4 мая. Потому что, ну, в мае, действительно, как потом мне написали мои подписчики, телеграм-канал, такое еще бывает, но не в июне. Поэтому эта оговорка, видимо, она произошла чисто на подсознательном уровне. Сейчас я вам покажу еще небольшой видеоряд, что у нас было вчера. И потом будем говорить о наших последних событиях. Сегодня все растаяло, день замечательный, погода чудесная, друзья. И сейчас я попытаюсь раскрыть тему позавчерашнего дня. Позавчера я встречалась с моим диверем, с младшим братом моего мужа. Вот я все время говорю, что он пятикратный чемпион Италии по конкуру. Он человек интеллигентный, слушает. И в конце все-таки позавчерашнего вечера он меня исправил. Да не пятикратный, а семикратный. Поэтому мой деви, друзья, он является наездником номер один в Италии и одним из самых лучших наездников в мире. Мы пошли в ресторан, поехали на озеро, съели очень вкусную пиццу и обсудили наши проекты, туристические проекты. Так, это Сабрина, моя невестка. Это Клаудио, мой деверь, который пятикратный чемпион Италии. Мой деверь, Клаудио, после того, как он ушел на пенсию, он является профессиональным тренером. И вот здесь у нас, в нашем городе, этот человек весьма известный, в Италии весьма известный. Ну и, естественно, вот в этих вот кругах, которые занимаются верховой ездой. То есть человек, опять же, я хочу сказать, который выиграл 7 чемпионатов Италии, и не только чемпионаты, он является официальным тренером. Поэтому мы решили с ним организовать программу. Эта программа может работать не только в летнее время, и осенью, и зимой, и весной. Прогулка на лошадях по Вальдорче. Я вот в этом сюжете поставлю фоторяд, чтобы вы посмотрели, чтобы вы вспомнили, что такое Вальдорче. Когда приезжают мои туристы, когда я их приглашаю в Пенсию, оттуда потрясающей красоты открывается панорама на Вальдорче, долина реки Орче. Поэтому прогулка на лошадях, она, естественно, имеет особенный колорит. И вот этим летом мы решили организовать тур, который будет связан с палео. Палео – это средневековые состязания. Проходит палео исключительно только в летнее время. Проходит в Сиене на главной площади Пьяца-дель-Кампо. И палео обожают абсолютно вся Тоскана. Сама по себе Сиена, друзья, она делится на Кондраты. То есть это районы, там, где заканчивается одна Кондрата, начинается другой район, их 17. И для того, чтобы попасть на палео, в принципе, проблем нет никаких для туристов. Достаточно купить билет на официальном городском сайте. Но это обычная, банальная поездка. Если же вы хотите эксклюзивный тур, то этот тур можно организовать исключительно только с профессионалом. с таким, как мой деверь. Палео включает в том числе и подготовку. Я сейчас поставлю видео. Вы посмотрите, как проходит подготовка. Подготовка проходит накануне. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Потому что площадь имеет форму чаши Единственное, что вы сможете увидеть, это маковки наездников Или как еще их называют, фонтини Если же вы хотите пройти поближе, соответственно, там надо знать людей Вот такое вот оно палео Кстати, я хочу подчеркнуть, что палео – это единственное состязание, которое можно купить Что значит пройти в лучшие ряды, на лучшие места По знакомству Естественно, там надо дать денежку Но дело в том, друзья, что еще со времен Средневековья Эта денежка, она не расходится по карманам А она идет исключительно только на содержание скудерии, то есть конюшни Поэтому вот такая, скажем так, официальная взятка Она помогает клубам, тимам так называемым Или частным скудерин, частным конюшнем Просто-напросто содержать своих лошадей Поэтому мой деверь сможет вам обеспечить Не за катастрофическую плату Типа вот такой вот, как указано на данном сайте На одного человека Он сможет помочь вам пройти в центр площади И посмотреть подготовку Что же касается самого Палео Друзья, там цены катастрофические То есть если это балконы, террасы Там цена может достигать даже 15 тысяч евро И вот эти билеты, они уже заранее раскоплены Другой вариант, это стоять в центре площади Я хочу сказать сразу, что стоять в центре площади Это тяжело, потому что надо приехать за несколько часов Даже иногда приезжают за 4, за 5 часов Для того, чтобы занять хорошие места Чтобы был виден сам забег Потому что когда вы стоите в центре площади По билетам, вы ничего не видите Вы видите только маковки Выйти из этого круга Поскольку видите, там по периметру песок Там, где бегут лошади Практически невозможно То есть чтобы пойти в туалет Чтобы попить воды Да, там рядом стоят протессонечивили То есть службы, которые помогают людям Даже в каких-то экстремальных ситуациях То есть если кому-то становится плохо Это периодически происходит Потому что жарко Там дать воды и так далее И я хочу сказать, что на мой взгляд Опять же каждый человек выбирает самостоятельно Если у вас будет желание попасть И остановиться в центре на этой площади И в общем-то простоять Набравшись терпения 4-5 часов забега А я еще раз подчеркиваю Что сам по себе забег Он продолжается 2-3 минуты, не больше Если для вас это принципиально Мой деверь это организует Опять же не за катастрофическую Не за спекуляционную цену А по цене адекватной Но вот на наш профессиональный взгляд Что значительно интереснее смотреть подготовку Смотреть репетицию Потому что вы лучше сможете рассмотреть лошадей Лучше сможете рассмотреть жакеев Если вы захотите То есть фонтини Если вы с ними захотите познакомиться Не перед забегом, конечно Потому что как любой атлет Они весьма сконцентрированы перед забегом А вот уже после Как говорится на этом сайте Мы пойдем с вами обедать в то место В закрытое место в одной из контрактов То есть в одном из районов Я еще раз подчеркиваю Что вся сиена состоит из районов Из контрактов Там, где заканчивается одна контрака Начинается другая контрака Попасть на ужин определенные контраты Там, где ужинают жакеи Там, где ужинают тим То есть, назовем так Тренерский штаб Чтобы всем было понятно Это закрытый ужин Туда попасть практически невозможно Но если для вас это будет принципиально То мой деверь, он сможет это организовать Но такой ужин, естественно Будет стоить очень дорого Со стороны турфирмы и прочие Они туда не приглашают Извините, пожалуйста, прервалось Потому что был звонок Потому что вот такие вот мероприятия В Сиене, которые до сих пор Продолжают жить по средневековым традициям Это не Рим туристический Это не Флоренция Это не Венеция Поэтому вот такие традиции Не допускать к определенным событиям Посторонних людей Они до сих пор очень сильно приняты И уважаются В любом случае В любом случае Любое ваше предложение Любой ваш запрос Он, как потенциальных туристов Он будет рассматриваться И если будет любая возможность Допустим, пойти Для того, чтобы познакомиться с Жакеями С Фонтини Для того, чтобы познакомиться с лошадью Вот это сложно, очень сложно То есть такой вариант возможен Только после заезда Пожалуйста, это все будет организовано Еще раз хочу сказать Что любая сумма Которую вы предложите Вот этим организациям Конюшням, частным конюшням Это не расходится по частным карманам Это все идет Исключительно только На поддержание конюшни Более того Мой деверь сможет познакомить вас С конюшней Там, где находятся жеребятки Там, где Находятся лошади-пенсионерки И в том числе В Сиене имеется больница Госпиталь Для лошадей Которые во время вот этих заездов Получают травму Ну что делать Любой спорт Он, конечно, имеет определенные риски Поэтому, друзья Имейте в виду Что палео мы организуем Прогулка на лошади По Тоскане У нас это все на карандаше И прогулка по Тоскане С профессиональным наездником Семикратным чемпионом Италии По верховой езде И вот эти прогулки Мы будем организовывать На протяжении всего года Что касается палео Я уже начинаю освещать Потихоньку события Связанные с палео Поэтому сможете увидеть лошадей Сможете увидеть Этот потрясающий Средневековый город Накануне я по Сиене Покажу Проведу вам экскурсию Покажу вам Пьяца Галькампу Где будет проходить палео Покажу вам Сиенский собор Дому И конечно же познакомлю С уникальным полом Сиенского собора Собора Который в Азаре Называл самым красивым полом В мире Друзья, спасибо большое Что смотрите Я вас очень люблю И мы с вами увидимся В следующий раз Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!